Друзья мои хорошие, я всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро едет еще раз с наступающим Новым Годом, уже все, практически скоростью Н30, завтра уже последняя суета и Новый Год, ребят. Сегодня обзор для Евротрак Симулятор 2 на мод, которые были уже такие моды, это сейчас первая версия мода на китайский автопром, а именно грузовик под названием Fav. Друзья, хочу порекомендовать вам бесплатную игру про Россию с открытым миром и реальными российскими городами NextRP. Здесь тебя ожидают профессии из реальной жизни, это медики, полиция, армия, а также работа курьером или дальнобойщиком. Кстати, недавно выпустили новое обновление, где ты можешь купить собственный грузовик, настроить его под себя, принимать заказы и колесить по просторам родной страны. Если тебе нужен экшен, то в NextRP есть новейшие PvP-режимы, в которых тебе предстоит сразиться с другими командами и недавно добавлены в игру режим королевской битвы. Короче, стрельба и адреналин тебе обеспечены. Большой арсенал оружия с уникальной системой прокачки позволяет собрать и модернизировать ствол под себя, используя различные обвесы. Отличная оптимизация игрового движка для комфортной игры без лагу. Короче, тут есть на что посмотреть. Скачивай игру по ссылке в описании, регистрируйся и вперед покорять просторы NextRP. Этот грузовик китайский, это флагманская модель китайского производителя. G7 была модель, точнее она и есть, но сейчас типа модернизированная кабина стала, более такая обширная. Это первая версия мода. Не знаю, платный он или бесплатный на барахолке нашел, решил вам показать, короче. Потому что смотреть особо, ребята, правда, нечего, но это прям интересненькая такая история, особенно касаемо интерьерной части. Вот, собственно, китайский автопром, флагманская модель, они его позиционируют как вообще грузовик бизнес-класса за счет своей длинной кабины, как у Scania Low, да, не Low, это как она называется, господи, длинная которая. Вот, и, собственно, смотрите, какая история, да, какая кабина большая, большой спальник здесь и все в этом духе. По модели. Модель только в одном исполнении, вот так это выглядит, имеет у нас вещение, естественно, номера 666666. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый. Что-то там, тара-та-та-та-та-та-та, нужно занавесить шторки. Фактор 2, приветствую. Короче, ребят, ну, собственно, смотрите, выглядит неплохо, моделька неплохая, но давайте посмотрим. Кабина 1, шасси 6х4, вот такой длинный вариант у нас идет, тяжеловесный грузовик, понятное дело, таскать всякие такие, знаете, тонары и какие-то такие подобного плана прицепы, полуприцепы. Вот, ну, дальше у нас еще. Двигатель 1, 550 сил. Я читал про него, что там двигатель 505 сил, 550, по-моему, тоже вроде бы проскакивал был, не могу чисто как бы утверждать. Вот, какие-то определенные косячки тут имеются, понятно, первая модель, ну, в любом случае, может быть, кому-то зайдет. 12-ступенчатая коробка передач в одном экземпляре и по салону. Салон, ребята, в интерьере здесь, вот когда в тюнинге, да, видно, что у него как-то вот он отблескивает здесь. Салон, кстати, оригинал. Салон оригинал, вот прям конкретно, посмотрите, какой здесь, извините, траходром, короче. Вот, большое спальное место, спалочка вторая, здесь есть полочка. Вполне себе интерьерная часть неплоха. Здесь видно был закос под анимацию рулевого колеса при заводе, но, к сожалению, его и нету здесь, короче. Вот, по всем остальным кнопкам, все это первая версия, знаете, такие наброски, кривой навигатор, ну, имеется. Вот, педали, там непонятно, нет педали у нас, короче. Вот, но выглядит вот таким вот образом. Но что мне понравилось, у него оригинальная приборная панель сама, и это прикольно. Вот, покататься, в принципе, на нем можно. Он не лагает, не FPS-ить, ничего, но понятно, что топорные такие текстурки первой версии. Если за него возьмутся, если его начнут делать и переделывать, то будет вообще пушка, если честно. Потому что таких китайских грузовиков, именно хороших моделей, их нету вообще в природе, в ETS-е, в виде модов нету. Хотелось бы, почему бы нет, так как сейчас китайский автопром очень усиленно так взялся за вообще, за всю технику, включая там и автомобили, и грузовики, и что только там нету, они везде и вся сейчас пихают свои нововведения. Салончик один, да, но по цветовой гамме оригинал, опять же, смотрел в интернете, прям, да, похож. Значит, дальше по покраске. Белый, оригинальный, кстати, с логотипами, с названиями Eagle, да, он как Eagle First Person, как бы, типа, первый в переводе, да, или как-то лучший, что-то в этом духе, да. Вот, серый, белый, пользовательский цвет, опять же, какой вы хотите, можете поменять, давайте красный вот такой, наверное, сделаем. Ну и пользовательский металлик, понятно, что можно, кстати, вот, серого такого серебристого оттенка, кстати, он достаточно тоже прикольно смотрится, вот, если вот так вот посмотреть, блин, а таз вообще. Давайте пользовательский я возьму красный какой-то вот, 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 наверное, вот такой, чтобы не сильно яркий был. Вот так вот, наверное, пойдет. По тюнингу, ребята, вот смотри теперь тюнинга. Тюнинга здесь нету, здесь есть только вот переднее зеркало, которое никаким образом не убирается, боковые зеркала, они же основные, я не знаю, что здесь меняется в них, вот, что ставится, ну, как-то вот он, вот, вот, какой-то такой вот набросок, да, то есть вроде бы это все уже установлено по умолчанию, но вот как-то это все дело ставится, что там ставится, непонятно. Есть дудки слева-справа и, в принципе, наверное, все, да, кроме хорнов здесь особо ничего нету. Есть у нас колеса стандартные, колеса, диски стандартные, колеса стандартные, шины, да, ступицы все по умолчанию, сейчас какие-нибудь вот я Dark Sealer какие-нибудь так вот поставлю и, в принципе, все, ребята, больше никаких вот моментов здесь нет. Что вот такие вот, друзья, дела. По тюнингу особо ничего такого сверхъестественного. Идем по интерьеру именно салонного вот этого всего наполнения. Ничего здесь нету, поставить здесь ничего нельзя. Ага, смотри, какая интересная штукенца у нас получается в салоне. У нас здесь диван, руль не меняется, а погоди, а вот эта вот штука, как она, что, это как поменять, я что-то не понял юмор. То есть у нас была спалка, причем в интерьере... Че-то я не догнал, подожди, а как? Как это получилось у меня сделать? Как это у меня получилось? Я не понял, как это получилось. Короче, видели, какой был спальник и какой спальник сейчас достал. И здесь ничего поставить нельзя. Короче, вот тут прям какой-то прям моментик. И я что-то тут не пойму, если честно. Как это вся история здесь происходит. Ну да бог с ним, ладно. Надо будет еще посмотреть. Непонятно, как здесь меняется кожаный диван вот этот. Потому что вот тут нельзя ничего убрать, поставить. Почему-то он как-то не убирается. Прям странно. Ну пофиг, ладно. Пойдет и так. Покупаем. Покупаем. Посмотрим уже. Это первая, опять же, повторюсь, модель, ребята. Посмотрим, что из себя он представляет. Ну, косяков много, да. Вот этих косяков много. Непонятно, что да и как вообще, в принципе, блин, вот по тюнингу особенно. Вопрос была одна. Один, значит, траходром стал другой какой-то. Так, сейчас быстро. Подождите. У меня, скорее всего, управление, наверное, да. Надо на клавиатуру и кнопки по умолчанию сделать. Вот так вот. Вот. И тогда, скорее всего, у меня должно быть по кнопочкам все хорошо. Левый указатель. Сейчас я быстренько круиз. Здесь понятно открыть зеркало. Давайте стекло, точнее, сейчас вот так вот настрою быстренько. И, в принципе, все. Вот. Так, заводим. Руль не анимированный. Причем, видите, как он где-то там в жопе. Поэтому сразу настройка сидения. Его надо опустить. Видите, он как-то автоматический. И убрать вот так аж, да. Чтобы мы видели приборную панель. Причем, хочу отметить, приборная панель, ребята. Ну, прикольно. Знаете, большие зеркала, приборная панель. Знаете, закос под какой-то вариант Теслы, что ли. Вид из кабины приблизить. Сейчас я поставлю быстренько. Режим ходьбы, режим съемки. Другое. Нам нужно режим камеры, ребята. С вами как раз заодно, если кто не знает, вид из кабины приблизить. Биндите. И у вас есть возможность вот так вот приближать и смотреть. Так. Анимации, в принципе, ни хрена никакой нету здесь. Аварийка. Звуки. Звуки в салоне громкие. Этих самых поворотников, либо аварийки. Ничего здесь не мигает. Никаким образом. Но. Бортовой компьютер не меняется на И. Ну, он выглядит вот таким вот образом. Скорости тоже не переключает. Навигация имеется. Дворники. Дворники не работают. Причем они, смотрите, как интересно, не работают. Они не работают именно из-за того, что здесь стоит датчик дождя. Я сейчас его отключу. И дворники у нас должны ожить. Дворники у нас ожили, но вопрос в том, как они работают. Джейсет. Ёперный театр. Смотри, как у него лог фигарит. Гля. А, это блинк работает. Да, то есть сейчас отключу. Прекратилось. Ошибки имеются по саунду. Интерьер. Саунд. Блинкер. Неработающие звуки. Вы меня поняли. Джейсет. Виазер. Да, Виазер 1. Дождь поставлю. Что у нас по дождю? Оттоссока. Не мажет он ни хрена. Дождь не мажет. Снаружи анимация присутствует. Дворников. Они взлетают в лобовуху. Снаружи ни хрена не мажет. Снутри, точнее. Окна. Окна не анимированы. Не открываются они. Ну, вот такая, ребята, история. Слушайте, мод сам прикольный. Вот, правда, скажу. Мне он заходит. Мне он нравится. Особенно по приборке. Но если его сделать, если реально его сделать, зеркала тоже как-то, да, вот они освещаются. Так. Ну-ка, Джейсет. Тайм 1. Ночь. Ну-ка, снаружи. Ага, вот так-то понятно. А так. В молоко аварийка. Работает. Реверс. Ну, вот такой, знаете, топорный вариант. А глянь ночью, как вообще он хреново, хреново работает. Слушайте. Прям вообще пипец. Так. И давайте мы с вами теперь попробуем все-таки на нем проехаться чуть-чуть. По управлению. По управлению ничего. Звуки есть. Снаружи и снутри звуки имеются. Он поворачивает. Синяя приборка прикольная. Только, говорю, из-за приборки прям вот я хотел его посмотреть. Но его еще, ребята, делать и делать. Бликует везде и вся. Кабина, знаете, чем-то напоминает. Тихо. Кабина чем-то напоминает КамАЗ. Да, вот у него у КамАЗа такая же история. Вот. В принципе, неплохо. В принципе, так вот там прям неплохо. По интерьерной части закос под наш КамАЗ. Хотя вот эту приборку можно, кстати, в КамАЗ засунуть. Она, в принципе, чем-то там по аналогии похожа на приборку, как вот здесь вот, да. То есть у КамАЗа, у последнего, там вот как раз подобие что-то синенькое такая же. Слушайте, ну так-то он неплохо. Так-то неплохо, в принципе. Ну вот, да. Есть моменты. Ну, блин, покатать на нем почему бы и нет. Он, кстати, прям выглядит бодрячком. Если на эти косяки не смотреть, катать без дождя, вполне себе. Можно каким-то образом на нем ездить. Давайте смотрим теперь прицеп, ребята. Продвинутую симуляцию сцепки мы сейчас посмотрим. И, в принципе, больше нечего здесь смотреть. На этом мы сегодня и закончим. Сейчас я сразу 0F9, Ctrl-F9. Кабеля... Ёперный театр. Кабеля анимированы. Так, выезжаем чуть-чуть. Ух ты, шнихи! Это что за... Это что такое вообще было сейчас? Он не зацепился? Так, подожди-ка. Да-да-да-да-да. Вы вообще не зацепили? Видели, что творился? Слушай, я тут обзор делал. Ты тебя позоришь, я не пойму. Так, ну давай попробуем. Подожди, сейчас заеду. Зацепимся мы, подожди-ка, или нет? Он вообще будет цеплять его? Он будет его цеплять? Да, ребят, это настолько бета-модель. Если у вас понятно, то есть, знаете, какая история? Сейчас я быстренько... Настройки клавиши. Помните, у нас вот это вот есть, да? Передняя подвеска. Вверх-вниз. Задняя. И... И сброс. Да, положение. Вот, смотрите, сейчас что будет. Если я сейчас... Опущу... Попробую опустить жопу. До самого вообще. А он и так даже не заезжает, слушай. Он даже и так не хочет заезжать. Он даже и так не хочет заезжать. Короче, ребята... Продвинутая симуляция сцепки здесь, к сожалению, не работает. Причем, она, может быть, и будет работать. Но, блин... Прямо это дело такое, что пипец. Сейчас я отключу ее. Сейчас носом прыгнул. И тогда, ну, конечно... Тогда мы, естественно, зацепляемся. Ну, понятное дело, что мы это дело все зацепим. По теням неплохо. Кобеля анимированы, цепляются. Но то, что касается вот этой всей анимации... Да, ну, поворотники. А, анимация поворотников имеется, слушай. Звуков нету только анимации. Сигнал. Сигналы обычные, и пневмо тоже присутствует. Нет, ну, покатать, короче, можно, ребят. Покатать, правда, можно. Но это такая топорная история. Это прям бетка, дебетка. Прям конкретно. Вот. Ну, пишите, что думаете по этому интересному китайскому грузовику первой версии. С вами был Дима. Канал Добро Едет. Увидимся в новой доступной стримах. Не забывайте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи!